Привет, друзья! Меня зовут Григорий Герман. Мы с вами дома, в магазинах, в машинах, в очередях, на заправках обсуждаем, когда будет перелом в войне. И, в принципе, все мы более или менее представляем себе, что будет делать Украина для того, чтобы он случился, этот перелом, и что мы будем делать потом. А вот что будет делать Россия? Каким будет перелом для них и что будет происходить потом, после перелома, там, в России? Это же важно, правда? Вот об этом, а еще о состоянии российского общества, о планах, которые зреют в лысеющих и не очень головах российской верхушки, о бурлении газов в глубине Кремлевского болота, мы и говорим с Марком Фейгином. Марк Захарыч, вот практически все эксперты, западные, восточные, северные, южные, кроме уж совсем упоротых и помеченных Путиновой печатью, буковкой «З», они все утверждают, что армии РФ вряд ли удастся в нынешних условиях кардинально переломить ситуацию на фронте в свою пользу. В то же время ВСУ вполне могут это сделать. Чем для Москвы будет подобный перелом? Ну, понимаете как? Дело в том, что Москва уже, во всех случаях, военные руководства готовятся к изменению ситуации определенно, потому что понятно же, что вот все говорят о оперативной паузе, которая может возникнуть, и Москва может перейти к обороне по максимуму занятых территорий, то я вполне допускаю, что этот план, один из планов, уже согласовывается. Иначе я не могу объяснить, почему от Харькова, в общем, отводят вооруженные силы, да и там вот на Изюмском направлении, со стороны границы, там где наступает контрнаступательное действие, предпринимает ВСУ, почему такая слабая оборона? Ну, относительно слабая. Я думаю, в целом, что Москва решила с учетом ряда факторов взять паузу, продолжать наступать к административной границе Луганской, ну и если получится Донецкой области, ну там шансов куда меньше. А, так сказать, запорожское направление я вообще не очень вижу перспективу в силу многих причин, там географии, много чего. Остается только выйти на границу Луганской области, занять Северодонецк и так далее, и уже с этих позиций пытаться переходить к переговорам по возможности, используя Запад. У Москвы есть там партнеры, но мы их видим, они все активные. Это и Макрон, отчасти Германия, Берлин. Там не более сложная ситуация, потому что у Шольца положение достаточно шаткое сейчас, но тем не менее. И даже в Америке такой поиск посредников идет, как иностранно, там попытки предпринимаются. То есть нужно по максимуму занять дополнительного куска территории и уже не сдвигаться с этой точки, и Херсон, Мелитополь, и вот новая зона АОС, линия фронта в АОС, это тот максимум, на который Москва может рассчитывать. Они могут упиваться сколько угодно, значит, Мариуполем, ситуации там, говорить о каких-то наполеоновских планах относительно дойти там бог знает куда, там до Киева. Но реально военная картина такая, что для Москвы сейчас очень важно сохранить путепровод в Крым и те части территории, которые вот можно на востоке отжать. Почему они, собственно, из этого исходят? Ну, потому что, во-первых, Запад продолжает активно вооружать украинскую армию. Это не только ленд-лист, но и европейский поставок. Раз. Во-вторых, как это ни странно, резервы для пополнения личного состава у Украины куда более лучше, чем у Москвы. Потому что в Украине мобилизация – это обязательная вещь. То есть не то, что добровольцы вооружены, и добровольцы тоже. Но мобилизация является инструментом для пополнения личного состава. Такого безупречного инструмента у Москвы нет. И она не может себе его, как это ни странно, сейчас позволить. А почему? Я объясню почему. Потому что, во-первых, этим они не добьются мотивации. Потому что все равно никто не хочет умирать на чужой земле. Да и на своей не хотят. Но на чужой – это уж совсем как-то ту матч. Непонятно, за что воевать. Это очень важно. То есть умирать никто не хочет. Даже все самые ультра-ура-патриоты, они отдают себе отчет, что это все-таки война не в России. Куда-то ехать на восток Украины. За что? Что будет за это получить? И так далее. Как будет жить семья? Социальный вопрос, статус, репутация, все что угодно. Во-вторых, как выяснилось, дезорганизация достигла такой степени. Ну, все-таки Россия – это 140-миллионная страна. 17 миллионов с лишним квадратных километров. С коррумпированной, дезорганизованной системой военной мобилизации. То есть военкоматы, не читая украинство. Как выяснилось. Я просто имею информацию даже из Москвы. От муниципальных депутатов. Они входят в комиссии призывные. Даже с призывом все плохо. 10% от призыва убирают. 10% от призыва? Призыв. Но это срочная служба на год молодых людей от 18 лет. То есть люди бегают. Люди отдают себе отчеты. Им хоть и говорят, что нет призывников. Не будут направлять в Украину. Но кто же поверит? Кто этой власти поверит? Причем бегают же призывники не только, которые просто наобстроены проукраинские или антипутинские. Речь даже не о урбанизированной молодежи. Вообще всем. Потому что никто не хочет воевать. Даже ураб-патриот не хотят воевать. Прекрасное было видео. Не знаю, видели вы или нет. Прекрасное было видео. Да, московское. Да, московское. Отлично. Вот список. У нас есть патриотический список. Можете, пожалуйста, нам оставить свои данные? И в случае всеобщей мобилизации у вас будет... Подождите, почему? Очень типично. Очень типично. Это вот очень типичное отношение. Потому что все хотят мышкой водить по экрану. Как в компьютере на игре. А когда речь идет о собственном... Как я умирать? В танке гореть? Или на поле боя? Из меня там уголек? Нет. Нет. Это же больно. Поэтому на самом деле мотивации куда-то ехать ее уединиться. Именно поэтому Путин не проводит мобилизацию и объявляет войну? Почему он не объявляет войну? Три причины. Во-первых, потому что он заложник этой спецоперации. Он же сказал, что мы тут непобедимы легендарны. Мы проводим спецоперацию и не войну. То есть, если ты объявляешь войну, значит, ты проигрываешь. А что ж ты посредством спецоперации не провел? Не решил тех задач, которые ставил перед вооруженными силами? То есть, это публично расписаться в собственной импотенции фактически. Второе, это то, что из-за дезорганизации. Они же проверили и просто будут дезертировать, не являться, бегать. А страна большая. Это же не то, что там в одном городе кого-то поймал и все. А где силы для того, чтобы их искать? Я сейчас еще про скрытую мобилизацию расскажу. То, что сейчас идет с резервистами и сотрудниками силовых структур. Третий пункт. Почему Путин не объявляет войну? А третий пункт, просто он вооружать не хочет вот этих всех людей. Давать оружие не хочет. Потому что как дать-то понятно, а вот как забрать его потом? И что с этими вообще людьми делать? Это тоже большая проблема. И даст ли она, четвертый пункт, немедленные результаты? Немедленного-то в любом случае не будет. А нужно немедленно. Нужно вот неделю, две, три, месяц и все, и закончить. А так уже не получается по факту, понимаете? Поэтому по существу он стоит перед тяжелейшей дилеммой. Да, ему рекомендовали, да, ему предлагали провести мобилизацию именно армейские руководители. Они предлагали, потому что мы не можем решить вашу поставленную задачу, как главнокомандующий, на личном составе. Вот то, что у нас есть, этого не хватит. Он от этой идеи отказался. И вот то, что обсуждали 9 мая, это не был какой-то флут, это были какие-то необоснованные предложения. Об этом говорили западные разведки. А им оснований не доверять нет никаких. Они точно спрогнозировали начало кампании. Поэтому я думаю, что действительно информация такая была. Но Путин не решился. И вот по этим причинам, на мой взгляд, в первую очередь. Поэтому вся эта история с военной операцией, она очень желательно, чтобы она не только ушла в затяжную паузу, ну, то есть противостояние стало позиционным, но еще и начались переговоры. Чтобы, не дай бог, приехавшее оружие не начало обстреливать эти позиции. Но уже же начало. Но оно уже начало, но они же захотят это все прекратить. И они скажут, давайте перемирие. Вы знаете, как это было в зоне АО? И 8 лет. Каждую неделю объявлять перемирие, которое никто не соблюдает. Но ситуация существенно ухудшилась. Тогда стреляла украинская артиллерия, да? А теперь вот М-77 американские. Всякие радиоуправляемые снаряды. Это немножко другая ситуация. И плюс снято ограничение на использование всего чего угодно, на убийство чего угодно. То есть Украине терять нечего. Украине есть быть мотивированной как воевать. То есть убивать, так убивать. Раньше все-таки были какие-то осторожные. Ну давайте не будем жестей, там туда-сюда. Не знаем, кто на той стороне, а там на той стороне тоже. Да, сейчас маски сорваны. Не, ну как бы вообще ящик Пандоры открыт. Вы же сами начали войну. Теперь эти правила работают в отношении вас. То есть перемониться и цаскаться уже никто не будет. Это тоже там понимают. Это тоже там понимают. И к этому готовятся. Я думаю, что многие из событий, которые прямо сейчас происходят, они с этим связаны. Ну, например, я осторожно выскажу. Я вообще скептик по этому вопросу. Но я считаю, что комбатантов Азова, ну и вообще всех, кто был в Мариуполе, просто так не отдадут. Будут как раз за них торговаться. Давайте прекратим войну, сядем за стол вперед. А мы вам начнем что-то там такое. Какие-то переговоры, обмены и так далее. Я просто это видел как адвокат. Когда набирали заложников в числа политзаключенных украинских, чтобы потом как можно больше их было. В Крыму, там в других местах, чтобы потихоньку менять. Вот. Препередительно та же тактика будет использована и для того, чтобы добиться превращения огня. Хорошо. Давайте пофантазируем немножко. Наступил перелом. Оперативная пауза. После этого наступил перелом. Украина выходит на границы 24 февраля. Реакция России. А вот смотря как выходит, смотря где выходит и смотря какое будет продолжение. Вариативность. Да, вариативность. Потому что, например, если это будет маршем быстро достигнуто и с планом дальнейшего выхода в Донецк. Донецк вообще на линии фронта недалеко находится. И Песка они не могут взять до сих пор. Да, да, да. Ну или там Херсон или что-то взят. Как он будет взят? Окруженный, там петля такая. Вопрос ведь только в том, перекинется ли эта ситуация на внутреннюю ситуацию внутри страны. Потому что, ну как... Да, то есть, а за что тогда эти десятки тысяч жертв, там даже собственных у нас, очень говоря, уже украинские граждане, о них никто не думает. Ну а зачем тогда все? Почему тогда все? И эти вопросы, они даже не важны, что их будет внутреннее общественное мнение как-то артикулировать. На него никто не обращает внимания. Народ не субъектен вообще. А вот в элитах выставляешь мнение, а за что мы тогда страдали, за что санкции тогда? Как мы все обложены, у нас все оплотнимали, все конфисковано, то все заморожено, переморожено. Мы ездить не можем, детей там повыгоняли. А зачем тогда все? Ты зачем это затеял? Чтобы вернуться к тому, чего было? Но тут могут наступить процессы, которые прогнозировать очень сложно. Вот как раз хотел пофантазировать вместе с вами. Окей, выход на границы 24 февраля. Приведут ли они к каким-то бурлениям в середине Боровицкого треугольника? Вот этого треугольника Кремля на Боровицком холме. Это пространственно-временная аномалия. Бермудского. Боровицкая, Боровицкая треугольная аномалия. Бермудская-Боровицкая такая, станция метро. Приведет ли выход на границу? Такое возможно. Такое возможно. Почему? Потому что еще два фактора накладываются. Это непонятное состояние физическое Путина. Усугубленное поражением таким. Выход на границу 24 февраля. Это же поражение. Ради чего-то. Все позорно и там, и там, и тут. И его немощь, она может сыграть с ним очень дурную сумму. Мы не понимаем до конца. Но уже об этом пишет Times английская. Это серьезное издание. Явно располагая какими-то источниками в разведсообществе. В британском, американском и так далее. И еще одна вещь. Это опало, которую он уже подвергает генералу. То есть от Герасимова и... А почему тогда, извините, если все вот это происходит, значит, ему надо на кого-то еще сильнее повесить. Ну, на себя же не сказать, что это я-то. Как главнокомандующий виноват посыпать голову пеплом и уйти в скид. Ну, мы такое себе представить не можем. Значит, тогда не очень понятно. Ему надо сделать кого-то крайним. А крайний – это военные. Они же воевали. Они же проиграли. Они же не смогли удержать позиции. Так, ну, не знаю. При гибели стало очевидно, что армии-то, в общем, нету. Ну, такой современный армия. Есть какая-то полупартизанская такая среда, в которой, да, какие-то есть профессионалы, но они погоды не сделают, если вся остальная армия никакая. А вот это вот борьба, которая между башнями Кремля, да, когда в самом начале, когда было понятно, что СГО идет не так, да, и первыми под нож пошли ФСБшники. Вы знаете, я думаю, много кто шли, мы просто не знаем всего. А как мы определим? Мы не можем достоверно сказать, кого и за что подвергают опале, преследованию, посадкам и так далее. Ну, наверное, под предлогом коррупции кого-то, значит, взяли за ж**. Наверное, но это предлог. Потому что коррупция – это не что-то такое, за что наказывают. Наказывают за невыполненную задачу. Тебе поставили, а ты невыполнен. Вот за это и будешь страдать. А что будет предлогом – это вообще роль не играет вообще никакой. Что вам поют ваши московские птички? Герасимов в опале или Герасимов ранен? Нет, нет. Он не был, по-моему, ранен. Все-таки, хоть и говорят, что там типа его задели. Нет. Я думаю, что нет. Но это бы точно узнали. Потому что, ну, если не тяжелое ранение, там легкое, то, наверное, может, такое и возможно было. Но если бы что-то более серьезное, его бы эвакуировали в Бурденко, там что-то, в операцию, вставали бы осколок. Ну, что-нибудь как-то все равно. То есть его отсутствие – это чистая опала? Это опала. Это опала его с инспекцией посылали. Как я понимаю, в район ведения операции, да, так называемой спецоперации, он вряд ли чего добился. Потому что после его отъезда стало только хуже. То есть в районе Харькова вышли уже когда-то границы государственной, вооруженные силы Украины. То есть продвинулись в зоне на востоке Луганской области. Ну, север Донецк не взят, ну да, попасная, да, рубежная. Но нету никаких каких-то впечатляющих побед. Там маршем долетели до границы и готовы двигаться дальше. Ничего этого нет и вообще не предполагается. То есть вся битва идет за север Донецк. Ну, извините, хотели захватить Киев, сейчас дерутся за север Донецк. Ну, я не знаю, как это взвешивать. Проблема даже не в том, что он хочет наказать, прострафивившийся генерал. Но ему даже в публичном пространстве в какой-то момент Путину надо будет на кого-то показать. Он бы и рад, может быть, избежать этого. Бог с ним, ладно, но а как тогда? Значит, получается, если этого не доверите, ропот-то идет. А как вот уже там скоро три месяца. А что еще? Это вот это все сколько будет продолжаться? Ропот, он больше связан с социальным статусом людей. Они понимают, что они беднее. Они прекрасно понимают, там все испещрено, что цены растут, то нету этого, девайсы исчезли, машины дорогие. Ну, что-то такое, что является результатом санкций. Но без этого они еще могут обойтись. Но вот без этого морального ощущения превосходства, которое дает военная победа, с держками, этого нет. Вот этого нет чувства военной победы. Ее продают, эту военную победу, только пропагандисты. Но, как это всегда бывает, реальная картинка с пропагандистской картинкой приходит в известное противоречие. Вот там, где они столкнутся окончательно и невозможно это все будет скомпоновать, ровным показателем этого является бесконечная смена целей. Рассказы, то, значит, мы там с нацистами, за демилитаризацию, потом с гегемонией США, потом совсем НАТО и так далее. Так вы с кем воюетесь-то? Вы определитесь уже окончательно, что вы воюете? Вот неясность целей, непонятность конечной этой цели, это, безусловно, сказывается на общем климате. И тех, кто в войсках, и тех, кто с нормой. Российская власть обещала и давала через телевизор, вот у меня образ хороший родился, понравится ли он вам, она обещала всем россиянам кольцо всевластия. Ну, приблизительно, да. Кольцо всевластия, управлять всем миром благодаря нашей армии. А тут оказалось, что это какая-то дешевая китайская подделка. Да, вот это кольцо всевластия, нету его. Ну, если образно да, то нужно окончательно понять, что и кольца-то самого нет. И не было изначально. Надо не просто понять, что нет кольца, что он дешевая подделка, а что и не было никакого кольца. Что обман был с самого начала. Что все это нужно было только для оправдания несменяемости вот этой оккупационной власти. Потому что Россия под внутренней оккупацией находится. Ровно поэтому и устранить ее можно только военным путем. С оккупацией не борются, митингами и выборами. А для народа, который готов был к издержкам, он был готов к вечным победам. Любое поражение, любое маломальски, военное все-таки, да, там, ладно, одно дело вы в хоккей проиграли, но военное поражение с жертвами, с издержком в виде санкций, в изменении своего социального положения, обеднение. И ради чего? Ради ничего. Вот это может сильно повлиять на сознание людей. Но пока эта стадия еще не достигла, мало времени прошло. Им надо осознать, и на это нужно время. Окей, давайте представим себе еще более жесткую ситуацию, потому что сейчас украинская власть в лице пока что еще кулебы и подалека, но тем не менее, это уже проартикулировано, говорит о возврате к границам не 24 февраля, а 91 года. Это Крым и это Донбасс. Вы верите в это? Да, вы знаете, а все же начинается с намерения, пока не будет властью продекларирована, публично сартикулирована именно эта цель, а она и более ясная цель, чем у Москвы. Москва-то, повторяю, поставив цель захватить всю Украину, она не меняется, но она ее не только не достигла, она откатилась к каким-то периферийным задачам, которые даже не обеспечивают в целом эту задачу. Какие-то мышиные задачи такие. Ну, конечно, Север-Донецк, или окончательная Мариуполь взять, Азов-Сталь. То у украинской власти цель более понятная. Она буквальная, она не какая-то далекая, а понятно, что она решается военным путем, она не решается другим путем. И раз украинская власть готова решать ее военным путем, то это более понятное. Несмотря на то, что все понимают, что это чревато жертвами тем, другим, третьим, пятым, десятым, но продекларирована эта цель, она должна примирить сознание людей в самой Украине с тем, что это надо сделать, что это нельзя откладывать, что невозможно переговорами от этой страны, от этой власти в России чего-то добиться. Невозможно. Потому что пока Путину власти не возникнет ситуации, при которой это можно решить иным путем, кроме военного. Если с этим согласится украинское общественное мнение, украинский народ, то, несмотря на все потери и издержки, эта цель будет выполняться, эта задача будет выполняться. Ну, то есть, условно, мы же понимаем, как это происходит. Собираются силы, вооружаются люди, мобилизуются, они двигаются в эту сторону. Сначала в Крым, параллельно в Донбасс. Идут бои, гибнут люди. Вот если общество примет для себя эту цену, то есть, здесь более понятная, более буквальная цель. То есть, ее не надо диверсифицировать. Мы тут воюем с Сауроном. Не об этом же речь. Воюем с вполне конкретной, ясной, вот, мишенью в лице оккупационных сил, которые занимают часть украинской территории. Общественное мнение должно смириться с тем, что оно готово пойти на эти издержки в виде гибели близких, солдат и так далее. Если оно не будет готово, тогда эта цель не будет достигнута. Окей, хорошо. Но мы с вами только что проговорили о том, что вот выход на границы 24 февраля, они по большому счету, ну, они не приведут к взрывному созданию революционной ситуации в России. Это вызовет бурление какое-то и так далее. А вот выход в Крым и выход... Давайте в Крым. Потому что Донбасс, эта тема такая, да? Донбасс никогда по-особому не был близок к широкому российскому гражданину, да? А вот выход в Крым, он может вызвать внутренний взрыв, а с другой стороны, он ведь позволит тогда поднимать волну защиты своей земли. То, что в России священно. Ну, видите, какая проблема? Во-первых, здесь следующая история. Опять же, надо же воевать. Мотивация освобождать Крым как свою территорию, да, суверенную, у украинцев есть. А как это вызвать в россиянах? Ну, ведь для них это суверенная территория. Она такой еще так и не сложилась. Все равно для какого-нибудь россиянина где-то, бог знает где, на Камчатке это что-то совсем другое. Он по-другому... То есть башни не настолько были сильны в течение восьми этих лет, чтобы уже четко, абсолютно сформировался не просто словесно Крым наш, да, как красивый лозунг, а вот здесь в глубине сердца поверить в то, что это наша территория. Вот смотрите, для этого ведь что нужно и как это все происходит. Вот если вторгнуться на Камчатку, то тут вроде бы понятно. Или там, не знаю, в Москву. Да, вот за это готовы сражаться, ехать куда-то, что-то делать. Ну, вот это вот то, что вы говорите, ощущение. Родина, оно ясно. То есть его не надо ничем обуславливать. А с Украины ехать в Крым, чтобы его защищать, ну, есть большие сомнения. Очень большие сомнения. А потом ведь опять же, как мы и говорили, если выйдут границам ВСУ 24 февраля, то тот разброд и шатание начальник, который возникнет внутри самой России, они очень сильно поспособствуют продолжению операции. То есть не ожидая, не делая паузы, быстро решить оставшиеся задачи. И, между прочим, сквете не будет таким, что людям в России еще сложнее будет замотивировать себя куда-то ехать, учитывая поражение за поражением. И одно поражение, там и два, там и три. У нас с Марком Захаровичем разговор получился настолько плотный и насыщенный, что мы вот прям решили разделить его на две части. Чтобы была возможность усвоить сказанное. Правда. Как обильную трапезу лучше разделить на несколько этапов, чтобы получить больше удовольствия. Ну, вы знаете. Во второй части мы поговорим о том, как долго Путин сможет выжить в условиях затяжной войны. О том, нажмет ли он ту самую кнопку. И еще кое о чем очень важном. Меня зовут Григорий Герман. Не пропустите. Будет интересно.